Турбина Российские ученые создали 3D принтер, на котором можно изготавливать детали одновременно из двух разных металлических порошков. Это, в свою очередь, позволит существенно снизить себестоимость изделий. Также, благодаря использованию сразу двух лазеров, на печать одного изделия уходит меньше времени. Принтер уже прошел тестирование. В ближайшее время планируется напечатать турбину, в которой лопатки и диск ротора составляют единое целое. При этом диск и лопатки будут сделаны из двух разных никелевых сплавов. За счет этого будет уменьшена масса агрегата. Высший избирательный суд Бразилии отказал экс-президенту страны Лулида Сильве в праве зарегистрировать свою кандидатуру на высший государственный пост. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании судебного органа. Защита политика может обжаловать это решение в Высоком суде Бразилии и Федеральном Верховном суде. Однако из-за вердикта Лула да Силва лишается права демонстрировать свои агитационные видеозаписи по телевидению. Напомним, всеобщепрезидентские, парламентские и губернаторские выборы состоятся в Бразилии 7 октября. Если для определения победителей понадобится второй тур, он пройдет 28 октября. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 60 миллиардов долларов странам Африки в качестве финансовой помощи. Отмечается, что 15 миллиардов из этой суммы будут направлены на безвозмездную помощь, а 20 миллиардов на беспроцентные займы. Помимо этого, Си Цзиньпин сообщил о создании фонда кредитования проектов развития объемом в 10 миллиардов долларов. По словам председателя КНР, странам Африки предоставят дополнительно 146 миллионов долларов для развития сельского хозяйства. Также около 500 китайских специалистов прибудут на континент, чтобы развивать аграрный сектор. С начала года Россия нарастила несырьевой экспорт в Индию на 64 процента или на 1 миллиард долларов. Всего поставлено продукции на 2,6 миллиарда долларов. В общем объеме экспорта этой страны на Россию приходится 66 процентов. По данным Федеральной таможенной службы России, за первое полугодие в годовом сопоставлении товарооборот между Россией и Индией вырос на 31 процент и составил 5,45 миллиарда долларов. Российский экспорт увеличился на 44 процента до 4 миллиардов долларов, а импорт на 6,7 процента до 1,55 миллиарда долларов. В Индию россияне в основном поставляют продукцию машиностроения. За первое полугодие было поставлено на 905 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 23,2 процента. Путешественник Стив Хелли спас антилопу, застрявшую в трясине. Инцидент произошел в Национальном парке Крюгера в ЮАР. Мужчина обратил внимание на странное поведение животного. Антилопа находилась в яме и пыталась встать, но постоянно падала. Турист решил помочь бедняжке. Он снял обувь и носки, подошел к антилопе и, взяв ее за рога, вытащил из ямы. После спасения животное, некоторое время отдохнув, отправилось вслед за своим стадом.